Планируете открыть новый маркетплейс по типу Etsy на любом из маркетплейсов, на любом, который вам понравился? Что вам делать впервые? Что вам делать сразу? Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана. А вот что вам делать сразу? Открываете новый магазин на маркетплейсе по типу Etsy, заполните его сразу. Не бросайте его на день, неделю, три дня, пять дней. Не надо идти в раздумьях, что там писать. Все больше и больше сейчас участились автоблокировки на любых маркетплейсах и на Etsy. Даже если вы открываете Etsy магазин сейчас из-за границы, все больше и больше маркетплейсов сейчас стараются поддержать закон про авторское право. И мое предположение, что из-за этого происходят автоблокировки, менеджеры службы поддержки вручную разблокируют магазины, вручную смотрят, принимать вас на этот портал или не принимать, давать вам разрешение продавать здесь или не давать, нарушаете вы авторское право или нет. Поэтому, друзья, если вы только-только сейчас начинаете, у каждого маркетплейса настройки свои. На примере Bonanza сейчас вам просто-напросто перечислю, что обязательно заполнить. Обратите внимание, есть иконочка магазина, есть верхний баннер магазина, есть About, Pro-магазин, About Me, Pro-мастера. Вот вам этот пункт тоже очень обязательно нужно заполнить. Кто вы, что вы делаете, чем занимаетесь, какая ручная работа у вас, проставьте полисы, проставьте, у вас возвраты есть, нет, что вы поддерживаете, не поддерживаете, какая у вас доставка, что будет в случае возврата, кто платит за доставку в магазине, подмечайте. Очень часто это всего-навсего нужно поставить галочки. Если вы работаете из Украины, звонила менеджерам в службу поддержки на Bonanza. Первое, что подчеркивал менеджер службы поддержки в Seller Online, он всегда говорил, несколько раз мне сказал, заполните, пожалуйста, свой интернет-магазин, полностью заполните, а потом добавьте несколько товаров, но минимум 5 товаров. И только после этого, вот когда вы выполните все эти пункты, все у вас заполнено, добавляйте настройки оплат в интернет-магазине. Это я очень хорошо помню. Поэтому, друзья, будь любой, какой-нибудь вы сейчас открываете интернет-магазин, планируйте открыть на маркетплейсе, заполняйте все, настраивайте оплаты. И даже если у вас случайно магазин попадет под автоблокировку, менеджер в любом случае будет заходить и просматривать ваш интернет-магазин. Подумайте сами, приходит менеджер, а там магазин полностью пустой, ну просто-напросто, как бот его открыл. Нужен такой магазин на этом маркетплейсе? Нет. Если менеджер открывает магазин, живой магазин, есть иконка магазина, верхний баннер, есть фото собственника, есть социальные сети собственника, можно перейти и посмотреть. Может быть вы продаете там свои товары, свое искусство, видно ваши работы в этих социальных сетях. Вы уже все запомнили, все ясно, понятно, вы описали словами, что вы делаете, как вы делаете, как вы работаете. И получается менеджер на основании той даже краткой простой информации, которую вы подали в интернет-магазине в своем новом, на любом из этих маркетплейсов. Их десятки и сейчас сотни, но каждый маркетплейс все больше и больше старается подчеркнуть, что на нем легально продают другие продавцы свои товары. Что нет нарушения авторского права, что на все на нем хорошо, безопасно. И даже смотрите, при том всем, что казалось бы, эти маркетплейсы должны бороться за нового покупателя, принимать всех желающих. Когда Etsy для стран СНГ приостановила временно открытие новых интернет-магазинов, то другие, например, с распахнутыми объятиями, не сильно уж спешат принимать новых желающих людей, которые хотят открыть свои интернет-магазины. Поэтому и участились блокировки, именно автоматические блокировки интернет-магазинов. Друзья, если вы случайно, да, уже начали открывать, случайно попали под блокировку, автоблокировку, можно сказать, еще там ничего там по сути не заполнили, но автоблокировка вам прилетела. А что важно написать? Напишите письмо в службу поддержки, в теме письма. Тема письма очень важна. Укажите, можете написать другими словами. Но суть такая, что вы просите помощи по открытии магазина и названию магазина на этом маркетплейсе. Тема письма. Пожалуйста, мой пример. Помогите открыть магазин. Название, ну, например, на банансе. Написали. Сам текст письма. Поздоровайтесь. Не забудьте поздороваться. Напишите, как вас зовут, ваш аккаунт, если вы успели что-то открыть. Опишите, чем вы занимаетесь, какую ручную работу создаете. Приложите одно-два фото вашего рабочего места, либо вас с вашими изделиями. Если есть социальные сети, обязательно укажите ссылку на социальные сети, в которых у вас примеры ваших работ. Напишите, почему хотите открыть маркетплейс в этом сообществе, на этом портале. Напишите, что вы не можете зайти в свой аккаунт, не понимаете почему. Получили авторассылку, автоблокировку. Извинитесь, если вы случайно по незнанию нарушили правила этого маркетплейса или нажали что-то не то при регистрации магазина. Попросите помощи открытия магазина и название этого маркетплейса. Напишите с уважением ваше имя и фамилию. И что будете очень благодарны за помощь службы поддержки. Друзья, обратите внимание. Получается, сейчас на любом маркетплейсе только открыли интернет-магазин. Это касается и новых магазинов на Etsy. Сразу заполняйте свой интернет-магазин. Не ждете день, неделю, несколько дней, не уходите никуда подумать. Получается, заполняйте весь тот минимум, который необходим. Хотя бы по 2-3 абзаца по каждому пункту. Если это About Me, описание, прилагаете фото, прилагаете все свои, например, свою информацию о себе. Не ждете, не тянете, потому что, к сожалению, даже у меня участились вопросы мастеров из США, из Америки. Они спрашивают, почему у них происходят автоблокировки. Я неоднократно видела магазины, которые временно заблокированы. Потому что, если вы вначале не заполняете интернет-магазин, он полу-пустой, и менеджер приходит его вручную проверять после робота, после автоблокировки, то, к сожалению, оснований открыть и восстановить этот магазин у менеджера нет никакого. Нужна более длительная переписка, нужна более длительная подача документов. Менеджер может маркетплейсы запросить у вас что угодно. Друзья, если у вас нужна помощь, если вам нужны индивидуальные консультации по маркетплейсам, по Etsy, по другим маркетплейсам, по социальным сетям, об этом всем есть и книги, есть индивидуальные консультации, есть у меня и разовая работа. Это все описывается в моем Etsy-магазине. Если нужно, загляните под видео «Оставлю». Также, если у вас есть вопросы какие-то, пишите мне, пожалуйста, на e-mail, на любой из этих e-mail. Почему? Потому что я не в Facebook, в Instagram, я не всегда вижу, далеко не всегда вижу ваши вопросы. На YouTube вижу всегда, но не всегда сразу успеваю отвечать. Иногда позже, иногда раньше. Насколько смотрю, вопрос актуален. Поэтому вопросы задавайте. Если вам интересны вопросы по обзорам маркетплейсов, вам что-то понравилось, сами интересного на этом маркетплейсе найти не можете, либо у вас есть вопросы именно как по работе, вы что-то не поняли, давайте смотреть, давайте разбираться. Моя цель тоже сейчас показать максимум маркетплейсов, более таких интересных, необычных делах, где бы мастерам из всего СНГ, из Украины, можно было бы открыть свои маркетплейсы, свои небольшие магазинчики, начать продавать, пока Etsy откроет регистрацию и для Украины, и для всех остальных стран СНГ новых интернет-магазинов, новых Etsy-магазинов. Да, мне больше всего на данном этапе нравится Etsy-магазин, но если вы только-только начинаете, учиться продавать за границу можно на любом маркетплейсе. Фактически принцип работы на любом маркетплейсе примерно одинаковый. Это работа с ключевыми словами, это работа с фотоконтентом. Поэтому начинать можно с любого маркетплейса, на котором вы можете на данном этапе сейчас открыть свой маленький интернет-магазин и начать на нем работать. Друзья, с вами была Прохоровская Светлана. Я вам желаю удачи и успехов в продажах за границу. Если у вас есть вопросы, задавайте под этим видео. Пока, удачи вам во всем! Продолжение следует...